МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационная программа Наши Новости начинает свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. И Кирилл Политов. Смотрите сегодня в выпуске. Заживем по-новому? Какие изменения для жителей края принесло наступление лета? В поисках сокровищ кладоискатель Сергей Скрипин еще в детстве знал, что станет увлечением всей его жизни. Потом ощущал себя на берегу моря, допустим, да? Вокруг скалы какие-то, деревня. Я даже помню, как меня звали. Меня звали Тарир Собака. Улучшил результат, но в призеры не попал. Кто бегает быстрее Сергея Шубенкова? Первые дни лета для некоторых жителей Алтайского края начались с печальных известий. 1 и 2 июня на загородных трассах произошло 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 26 получили травмы. Так, страшная авария случилась в воскресенье на 88-м километре дороги Барнаул-Камень-на-Аби. В дежурную часть сообщение о ней поступило около 2-х часов ночи. На место выехал экипаж ГИБДД и скорая помощь. Выяснилось, что участником аварии стал один автомобиль, который на большой скорости слетел с дороги и опрокинулся. От удара БМВ о землю погиб 28-летний водитель. 23-летний пассажир, который находился на переднем сидении и не был пристегнут, от полученных травм скончался в больнице. Еще один пассажир получил компрессионный перелом позвоночника. Со слов очевидцев, БМВ мчался более 200 км в час и авария произошла в тот момент, когда водитель отвлекся от дороги, чтобы сообщить друзьям о скорости автомобиля. А виновный в смерти сварщика, который работал на одной из строек Барнаула, будет наказан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». Напомним, 1 мая с 4 этажа многоэтажного дома упала железобетонная плита. Вместе с ней и рабочий, который сразу погиб. В результате предварительной проверки исследователи выяснили, в день трагедии рабочее место сварщика не было оборудовано должным образом. А именно, необоснованно использовалась металлическая лестница, предохранительный пояс отсутствовал. Кроме того, рабочий не был ознакомлен под роспись с правилами введения электросварочных работ на высоте. В рамках уголовного дела следователи выяснят, кто должен был отвечать за безопасность на стройке, а также кто понесет наказание за смерть сварщика. К другим темам. С 1 июня вступили в силу 4 важных новшества, которые напрямую затронут многих жителей края. Одних они ограничат в свободе, других обяжут проверять знания, но для большинства изменения обернутся дополнительными расходами. Подробнее в обзоре нововведений от Елены Макаренки. Начал действовать федеральный антитабачный закон, который еще до его принятия разделил общество на курящих и не курящих. Новый документ запрещает дымить во многих общественных помещениях и на площадках, и потому проще назвать места, где пока еще разрешено затянуться сигареткой. Это прежде всего в квартире и машине курильщика, на улице, но не ближе, чем в 15 метрах от входов на все вокзалы и станции метро, а также в специально отведенных местах. Еще год любителям никотина разрешено расслабиться в самолетах, тамбурах, поездах, гостиницах и барах. Но с июня 2014-го запрет будет действовать и там. Всем, кто его нарушит, грозит приличный штраф от одной до полутора тысяч рублей. Ну вот лично ты готов выложить? Тысячу или полутора? Нет. Тысячу почему? Потому что у меня нет такой финансовой возможности. Нужно снизить штраф. Если курильщиков ограничили в свободе, то владельцев скутеров обязали получать водительские права. Еще один федеральный документ пока не вступил в законную силу, но в первые дни лета подписан президентом страны. Согласно новшеству, управлять мопедами и другими верткими средствами передвижения разрешат с 16 лет и только после сдачи экзаменов в госавтоинспекции. Специально для таких водителей вводят категорию М. Правда, есть один немаловажный нюанс. Большинство российских автошкол пока к принятым изменениям не готовы. Не разработаны ни программы обучения, ни условия проведения экзамена на скутерах. Доподлинно известно лишь то, что штрафовать подростков будут наравне со взрослыми. Мне что-то кажется, с большими штрафами не победить проблему. Надо с мозгами работать. В воспитании, в школах. Мне кажется, и родители должны здесь, и сами у них сознание должно доходить до детей. Еще одно изменение, связанное со средствами передвижения уже местного значения. С июня в столице края подорожал проезд в трамваях и троллейбусах. Теперь за одну поездку в городском электротранспорте отдать придется 13 рублей. На два больше, чем прежде. Повышение оплаты связано с общим ростом инфляции, цен на электроэнергию и запчасти. Все тарифы повысились. Ну, это нормально. Нужно же предприятиям муниципальным что-то жить. Для части жителей Алтая отныне обойдется дороже еще одна услуга – электроэнергия. Напомним, с июня по новым нормативам рассчитываться за свет будут жители многоквартирных домов, не оборудованных коллективными приборами учета. Специально для этого вида коммунальных услуг и данной категории граждан в крае отменили мораторий на оплату ОДН. Для всех остальных стоимость пока будут начислять по факту потребления. Но это еще не все сюрпризы лета. Совсем скоро, с 1 июля, для жителей края изменятся и тарифы ЖКХ. По заверениям местных властей, коммунаука подорожает примерно на 12%. Елена Макаренко, Алексей Фризин. Наши новости. Рубцовские дороги тем временем встали на путь ремонта. Где-то он уже проведен, на других улицах работы только ожидаются. Александр Облако проехался по городу, чтобы понять, куда уходят деньги. У рубцовчан уже была возможность ощутить эффект от ямочного, или как его еще называют, текущего ремонта дорог. На проспекте Ленина, улице Октябрьской и по переулку Улежниково. Теперь же пришло время проспекта Рубцовского. Новоиспеченный подрядчик и хорошо знакомый всем по зимней уборке дорог Рубцовский коммунальщик недавно выиграл тендер на капитальный ремонт по гражданскому переулку. Цена вопроса 6,5 миллионов рублей, львиную часть из которых субсидировал край. Главный инженер Василий Гордиенко говорит, ждать осталось недолго. Сейчас идут переговоры с субподрядчиком, после чего и возьмутся восстанавливать пришедшую практически в негодность дорогу здесь. А следом придет черед и пролетарской. Ее разрыли грейдером еще осенью прошлого года, но с ремонтом повременили. Приближалась зима, а потому решили дождаться отепели. По предварительному разговору, по объемам, это примерно 2-3 недели и объем работ по гражданскому. Потому что дорога убитая, там сложный объем работы, конечно. Непростую работу провела и Рубцовская прокуратура. На днях она закончила свою ежегодную проверку дорог на соответствие их требованиям закона о безопасности дорожного движения. Итог оказался вполне ожидаемым. Практически все они не соответствуют нормам. В связи с этим в администрацию было внесено предписание с требованием устранить недостатки. А в суд подали иск. Рубцовский городской суд направлено исковое заявление с требованием привести в соответствие с ГОСТами и нормами те дорожные покрытия, нарушения которых были выявлены в ходе проведенной проверки. Деньги любят счет, а дороги ремонт. Впрочем, эти понятия уже давно стали неразделимы. Наверное, поэтому одних постоянно не хватает, других же после ямочного ремонта тоже хватает ненадолго. По сути дела, судьба дорог, по крайней мере, в этом году уже решена. С одной лишь оговоркой. В администрации надеются на дополнительные средства. Это говорит, что одним из приоритетных направлений при формировании или перераспределении дополнительных средств, поступающих в бюджет, это будут деньги, которые будем выделять управление жилищно-командального хозяйства для капитального ремонта дорог. Так, в перспективе капитальный ремонт может прийти на многострадальные арычную и тракторную. Вот только для этого надо изыскать порядка 17 миллионов рублей. А география ямочного ремонта настолько обширна, что смело можно начинать его в любой части города. Александр Роблако, Геннадий Лапзин. Наши новости. Календарное лето наступило, и многие уже стали задумываться о планах на отпуск, выходные или праздники. Большинство выбирают путешествия по родным просторам. Достаточно мест для комфортного отдыха и на Алтае. Одно из таких – парк-отель «Ая». Пожалуй, самое доступное и привлекательное место в предгорьях Алтая, где старается побывать каждый турист – озеро «Ая». И посмотреть здесь есть на что. Озеро расположено в самом живописном уголке нашего региона. К тому же здесь созданы комфортные условия. На берегу водоема для всех желающих открыт парк-отель «Ая». Это современный гостиничный комплекс европейского уровня, где каждый найдет занятие по душе. К услугам – песчаный пляж, прокат водных велосипедов, а также лодок. Клинику хотим достроить к осени. Бассейн, который будет у нас примерно 25 метров длиной. Белокуриха у нас женским здоровьем занимается. Вот хотим здесь создать такое место, где будем заниматься мужским здоровьем. Российский певец Николай Расторгуев и группа «Любе» по достоинству оценили комфортабельные условия парк-отеля. Здесь великолепные места, просто красота невероятная. Вот поэтому нужно развивать здесь туристический бизнес. Это будет гораздо круче, чем где бы ты ни был. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рому. Что это ты, Кирилл, распелся? Остров сокровищ считаешь или, может быть, клад нашел? Нет, просто наслушался рассказов Маргариты Беловой о необыкновенных приключениях бийского кладоискателя. Оказывается, сундуки с добром не обязательно искать на безлюдных островах, в пещерах или на дне океана. Ценные вещи хранятся и на чердаках, и в кирпичной кладке, и в старых сараях. И далеко не всегда это золотые монеты и украшения. Что ж, тогда отдадим слово Маргарите Беловой. Пусть расскажет подробнее. Прежде чем начать рассказ о Сергее Скрипине, кладоискателе с 40-летним стажем, сразу оговоримся. Слитков золота и изумрудов размером с кулак у него нет. Зато есть множество предметов старины, есть истории, связанные с ними, а это ценнее будет. Кладоискательство Сергея началось во сне. По словам героя, будучи маленьким мальчиком, засыпая, он видел каменные стены, коридоры, каких-то людей в старинных одеждах, остроконечные башни. Потом ощущал себя на берегу моря, допустим, да, вокруг скалы какие-то, деревня. Я даже помню, как меня звали. Меня звали Тарир Собака. В шестом классе, когда на уроках истории проходили средние века, Сергей понял, что ему снилось и кем он был. Это так захватило мальчишку, что ни о чем другом он уже и не думал. Книги, изучение родословные, история края и родного Бийска. Первым был бабушкин чердак. А дальше, дальше это стало делом всей жизни. Вот сейчас это просто нереально, вот что я сейчас расскажу. Год стоял дом, представляете? Вот тут чулан. Доски какие-то, вот какое-то интуитивное чувство меня, доски, они уже в два пальца толщиной пылью покрыты. Какое-то интуитивное чувство меня потащило за эти доски. Я перелез туда, вот сундук стоит. Я открываю этот сундук. Первое, что лежит, это икона. Вот такая икона в киоте, спасни рукотворной, золотом писанная. Сегодня Сергея Скрипина знают, пожалуй, в каждом музее края. А сколько экспонатов он передал на хранение. И не счесть. Да и сам дом, в котором живет кладоискатель, больше похож на выставку старинных вещей. Чего здесь только нет. От глиняных горшков до советских лозунгов. Это листовка. Гражданам России, временное правительство не изложено. То есть вполне возможно, что это вот подлинная листовка. Понимаешь, в чем я вот? Искать клады, признается Сергей, это значит уметь реставрировать старинные вещи, знать не хуже профессора, историю края, нравы, обычаи, ориентироваться по дорогам и деревенькам, как современный навигатор. А еще можно работать оформителем или писать рассказы. Недостатка вдохновения точно не будет. И, конечно, мечтать открыть свой собственный музей. Рассказы Сергея Скрипина заразили и нашу съемочную группу с жаждой приключения. Жаждой найти настоящий клад. Нас привезли в усадьбу купца Прохорова. Она сейчас в заброшенном состоянии, но это не значит, что где-то глубоко под землей мы не можем найти клад. Сейчас с помощью вот этого металлоискателя мы попробуем найти что-нибудь ценное. Быть может и дилетантам сегодня улыбнется удача. Удача не улыбнулась. Металлоискатель предательски молчал. Ноги гудели, терпение заканчивалось. Разочарованные мы вернулись в Барнаул. Наверное, так и должно было случиться. Ведь, как говорят профессионалы, просто так клады не сдаются. Да и сны нам снятся. Совсем другие. Маргарита Белова, Алексей Фризин. Наши новости. Семь городов Сибири, три гроссмейстера с мировым именем. Накануне в Барнауле стартовал фестиваль «Шахмат». И, как в прошлом году, его организовал Сибирский банк Сбербанка России. Именно с краевой столицы Сибирский банк Сбербанка России решил начать фестиваль «Шахмат» в этом году. И, наверное, это не случайно. Ведь шахматы на Алтае любят и ценят. У нас есть и работает активно сейчас краевая ведущая целевая программа развития шахмат в Алтаевском крае на 2012-2014 годы. Поэтому вид достаточно интересный, интеллектуальный. Зал для игры Сбербанк открыл прямо в своих стенах. Столы мгновенно оккупировали любителей шахмат. Вызов гроссмейстеру Дмитрию Бочарову бросили горожане разных поколений. Одни при шахматных разрядах, другие пока без таковых. Но выиграть у международника хотелось каждому. Сегодня огромное внимание всего мира к шахматам. Поэтому Сибербанк, Сибирский банк поставил задачу популяризировать эту игру. В прошлом году мы стартовали. И я уверен, что это станет доброй традицией Сибирского банка проводить такие фестивали с приглашением ведущих мировых гроссмейстеров. Фигуры безмолвны, как и сотни лет назад. Зато на лицах игроков нет-нет, да и появится красноречивое волнение. Оно, пожалуй, обошло стороной лишь гроссмейстера. Но все же у людей по разные стороны черно-белой доски было нечто общее. Все они, безусловно, получали удовольствие от игры. Игры, которую и дальше будет поддерживать Сибирбанк России. Ну а следующим городом, где пройдет шахматный фестиваль, станет Бийск. Из других спортивных новостей узнаем, на какое место в США набегал Сергей Шубенков, с каким счетом «Динамовцы» проиграли во Владивостоке, и кто первым пополнил ряды вице-чемпиона России по футболу. Не пропустите также прогноз погоды на завтра. Дождемся ли мы лета, знает Олеся Фролова. Ну а зрители краевой столицы еще ждут две рубрики. Реплика с Михаилом Гундарином и специальный репортаж. Там, где начинается опь в селе Акутиха Быстроистокского района, когда-то был стекольный завод. Один из лучших в России. После его закрытия жизнь маленькой деревни остановилась. В интернете появилась информация, завод может вновь заработать. Татьяна Гладкова и Павел Лауронин отправились в Акутиху искать правду. Ну а мы Кирилл Политов и Татьяна Динер отправляемся по домам набираться сил перед новым трудовым днем. Увидимся завтра в это же время. Сначала о футболе. Старт в межсезонье в РФПЛ ознаменовался новым громким событием. Нет, на этот раз речь идет не об очередном романе с болельщиками Романа Широкова. В последнее время фамилия игрока стала даже синонимом слова «скандал». Тем не менее, новость все же связана с командой с берегов Невы. Многие фанаты «Зенита» разразились ликованием, когда узнали, что в команду вернулся победитель Лиги чемпионов Анатолий Тимошук. Комбэк случился практически сразу же после того, как 34-летний хаффбэк вместе с Мюнхенской Баварией выиграл престижный турнир. По информации, которая поступила из «Стана» синий-бело-голубых, контракт с украинцем заключен на два года и вступит в силу с 1 июля. Напомним, полузащитник поступал в «Зените» с 2007 по 2009 и завоевал множество престижных титулов. А вот Барнаульскому «Динамо», похоже, даже Тимошук уже не поможет. Выезд на Дальний Восток закончился дежурным поражением. На ваших экранах матч против Владивостокского «Луча». Ах, а когда-то при 18 официальных тысячах зрителей этот грозный клуб, белоголубые все 90 минут возили по полю. Но настали другие времена. И теперь все наоборот. Уже в первом тайме в рамку Евсеева залетело три мяча и все стало ясно. Размочил счет защитник Андрей Майборода. Итого 3-1. Большинство алтайских болельщиков эта новость не удивила, мол, и не такое видели. А вот Владивосток стал досрочным чемпионом. Следующий сезон лучше начнет в подэлитном дивизионе. А что «Динамо» больше не бежит? Похоже, что нет. А вот Сергей Шубенков – да. Про него пришло известие из-за океана. Там, в городке Юджина, это США, завершились старты бриллиантовой лиги по легкой атлетике. В беге на 110 метров с барьерами Барнаулиц пересек финишную черту шестым. Его результат – 13,22 секунды. Это на 0,07 быстрее, чем было у него на предыдущем этапе лиги только в Нью-Йорке. Следующая часть этих состязаний пройдет в Риме 6 июня. И закольцуем вновь футболом. Испанский фанат клуба 5-го дивизиона с помощью алкоголя и тракторов вспахал футбольное поле. По предварительным данным из соседнего бара мужчина украл несколько бутылок с горячительным напитком, опустошил их, а затем сел за руль. Зеленый газон буквально вмиг превратился в огород для посадки картошки. Теперь футболисты Тердиента даже и не знают, где готовиться к домашнему календарному матчу. Кирилл Политов, Даши Новости. Добрый вечер. Правда ли, что Газпром отказался от прокладки газопровода по плато УКОК? И в чем причина этого? Стоит ли радоваться такому решению? А почему жители Республики Алтай недовольны ситуацией? Обо всем это в нашей понедельничной реплике. Ну а начинаем, как обычно, с краткого обзора прогноза событий на начавшуюся неделю. Ожидается, что Край посетит министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он должен приехать на галоконцерт победителей Всероссийского полицейского фестиваля музыкального творчества. Но, возможно, он привезет с собой и нового главу ГУ МВД Края. С 7 по 9 июня в Барнауле пройдет пленум Алтайского краевого комитета КПРФ и семинар портактива коммунистов. В повестке основные направления совершенствования работы в свете решений 15-го съезда КПРФ. 8 июня – последний день, когда могут быть назначены досрочные губернаторские выборы на этот год. Эксперты уверены, что в Крае их не будет. Итак, проект Века. Прокладка газпромом газопровода в Китай по территории Края и Республики Алтай, включая особо охраняемое плато УКОК. Этот проект остановлен. Об этом на неделе сообщили информагентства. Ну, не отмененно совсем официально, но отложен, как минимум считается, на 2 года. Тут надо учитывать, тяжелые газовые переговоры с китайцами идут аж с 2004 года. И вот только сейчас проект обретает хоть какие-то реальные черты. Газпром ведь в чем дело? Хочет получать от поставок Китай не меньше, чем от поставок Европы, ну а Пекин, естественно, хочет скидку. Вот, в частности, ранее говорилось, если Европа покупает российский газ в среднем за 400 долларов за 1000 кубов, то Китай хочет в два раза меньше, в два раза дешевле. Вроде как сейчас договорились, в принципе, о цене в прямой привязке к маршруту. И похоже, что этот маршрут не наш. По заявлению представителей Газпрома, проектные работы по объекту магистральный газопровод Алтай приостановлены. Инвестиционное решение по строительству газопровода не принято. Выделение средств на дальнейшее проектирование магистрали в период 2014-2015 годов не предусмотрено. Также отмечается, что проведение работ по проекту Алтай последними договоренностями с китайской стороной не предусматривается. Ну, тут, конечно, экологи подняли маленькую. Впрочем, по их силам волну, чуть ли не приписывая себе эту, так сказать, победу. Такие заявления, конечно, самый пиар чистой воды. В этом самый пиаре, хочу заметить, экологические организации преуспели куда больше, чем в реальных делах. Победа ли это для региона? Думаю, прямо наоборот. Да в любом случае, причиной решения нашей мегакорпорации были дела совсем иного уровня. В ходе визита нового лидера КНР Си Цзиньпина в Россию, Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали меморандум о поставках российского газа по восточному маршруту по газопроводу Сила Сибири до Приморья. Газопровод Алтай – это западный маршрут, считавшийся приоритетным ранее. Специалисты указывают, потеря западного маршрута газопровода может быть связана с вытеснением газа российского газом туркменским. Согласитесь, вот тут-то радоваться нечему. Да, собственно, не очень-то рады жители районов республики Алтай, для которых газопровод означал возможность развития их территории. То есть вот не абстрактные, макроэкономические, а вполне реальные шансы на улучшение социально-экономической ситуации. Директор регионального природного парка «Зона покоя» УКОК Сергей Майхиев заявил, что опасается потери ряда инвестиционных проектов в Кошагачском районе, на которые, цитируем, «так надеялось местное население». Конец цитаты. По мнению Майхиева, экологическая безопасность проекта «Газпрома» сомнений не вызывает. А реплика сегодня звучит так. Прямого отношения к газификации Алтайского края эта ситуация не имеет. По заверению властей, этот процесс будет и продолжен, и расширен, но огромный магистральный газопровод – это совсем иной стратегический уровень, уровень многолетних перспектив развития. Надежда, что «Газпром» вернется к западному маршруту, все же есть. И, уверяю вас, эту надежду должны питать те, кому судьба развития наших сопредельных регионов не безразлична. Уникальный мастер посадил в бутылку петушка. Если налить туда жидкость, то стеклянная птица заберет в себя ровно 50 граммов. Когда графина пустеет, отдаст их обратно, как раз к утру. Заначка, знаете ли. Когда-то эта бутылка стояла дома у Геннадия Тонышева. Он петушка придумал и сделал. Заядлый стекловар из Быстроистоковского района всю жизнь создавал хрупкие шедевры. Про него говорили – золотые руки, редкий талант. Данила – мастер просто. Меня учил один, Павла, фамилия, мастер. Он говорит, я, говорит, 50 лет уже учу, таких мастеров не видал, как я. Я всю жизнь отработал тут и развалились. Все. На себе дрова возил, чтобы завод работал. Вот. Вместе с женой Раисой Александровной встречают гостей. На столе обычная посуда, ферроритетная, раздарил. Говорит, пусть люди знают, что когда-то делали такие вещи. Себе оставил только пиалу под конфеты. Такой бирюзовый цвет стекла был визитной карточкой Акутчихинского завода. А сам он был одним из четырех лучших по России. Сейчас от завода остались одни осколки. Точнее, эрклез. Это вареное стекло, которое находилось в печах. Его доставали, мыли, перерабатывали и опять пускали в ход. Несостоявшиеся графины, блюда, банки валяются прямо под ногами. Люди просто разбирают для декоративных целей. Дома в полисаднике украшают свои посадки и так далее. А больше так она никому не нужна. Вот выпускающий цех. Здесь Геннадий Владимирович сделал петушка. И много чего другого за более чем полувековой стаж. Сейчас ему 86. Если бы завод восстановили, пошел бы работать. Учил бы молодых всему, что сам умеет. В то, что так будет, не верит. Я родился тут и сосалился тут, и работал здесь. Больше нигде. Смотрите, какая находка. Что это, салатница или вазочка, и не установишь. Возможно, ее выкинули как производственный брак. Для нас же это ценная вещь. Ценная не в плане денег. Скорее всего, это изделие из последней партии. Глава Кутихинского сельсовета Ирина Усова рассказывает. Последний выпуск продукции был в 98-м году. Завод закрыли в 99-м. Сейчас в интернете на Барнаульском сайте новостей есть информация. Мол, в настоящий момент, там имеется одна печь в исправном состоянии. Ее можно использовать для производства цветного стекла. Возможно, она где-то среди развалин. Искать смысла нет. Сами видите. Посмотрели это в интернете, допустим, год назад. Вы теперь своими глазами увидели, что за год это невозможно разрушить. Правильно? Поэтому непроизвольно встает вопрос, что это не за один год сделано. По словам экспертов, восстановить завод просто нереально. Требуется слишком много денежных вложений. На ремонт, оборудование, строительство дороги, закупку сырья. Смысл, конечно, есть для села. Для бизнеса, видимо, никакого. Акутяне очень, с одной стороны, сожалеют, что его нет. И очень мечтают, чтобы он возродился. Но пока жизнь Акутян архи сложная. Его значение для восстановления Кутихи вообще трудно переоценить. С заводом, точнее тем, что от него осталось, больше всего интересуются туристы. Приходят на развалины и разбирают ирклез на память. Красивый же. То немногое, что осталось от ассортимента, хранится в музее. Свою находку мы тоже принесли сюда. На этих полках есть и вещи, которые сделаны руками Геннадия Толнышева. Сделано все там же, в Акутихе. Если вы хотите подарить нам эту свою замечательную находку, мы с благодарностью и с низким поклоном ее примем. Потому что нам дорого, правда, очень дорого все, что связано с Акутихинским заводом. Потому что был когда-то славой Алтая. Одним из славных предприятий Алтайского края. И вот мы где-нибудь здесь ее и пристроим. На полках рядом с петушком и квашней стоит теперь салатница. Экспонатов стало больше, а надежды вообще не осталось. Завод умер. Зато память жива. Еще из Акутихи мы привезли с собой сувениры. Уже не для музея, а для себя. Вот эту вазочку и кусок ирклеза. Все нашли на территории завода. Теперь их место здесь, в Барнауле. Во-первых, памяти командировки. Во-вторых, о некогда грандиозном производстве и мастерах. Они уж точно достойны, чтобы про них не просто знали, помнили. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин. Наши новости.